Беретта МЭП-38. Любимый пистолет-пулемет немецких парашютистов. Когда речь заходит о пистолетах-пулеметах Второй мировой войны, то в первую очередь наши соотечественники вспоминают немецкие МП-38-40, советские ППШ-41 и американские М1928-1 Тонсон. Некоторые наверняка вспомнят еще и британские ППС-10, однако, лишь немногие знают о существовании такого пистолета-пулемета, как Беретта МЭП-38. Связано это в первую очередь с тем, что на Восточном фронте они почти не использовались. За все время отечественные поисковики нашли в земле всего несколько таких. Тем не менее этот итальянский автомат заслуживает упоминания. МЭП-38, автоматическая винтовка Беретта образца 1938 года, также известный как модела 38 итальянский пистолет-пулемет, впервые представленный в 1938 году, считается лучшим итальянским пистолетом-пулеметом. Более того, многие специалисты по оружию Второй мировой войны считают 38-й достойным стоять в одном ряду с оставшими легендарными немецким МП-40, советским ППШ-41 и американским М1928-1 Тонсон. Главным инженером Беретта был Тулио Мориньоне, занявшийся разработкой этой модели в 1935 году. За основу был взят пистолет-пулемет Беретта модела 18 времен Первой мировой войны, который в свою очередь когда-то создавался на базе авиационного пистолета-пулемета Вилар Пераса М1915. Промышленное производство Италии было достаточно серьезно ограничено в те годы. Поэтому довоенные МЭП-38 производились буквально вручную без использования штамповки. Подобный подход заметно удорожал и усложнял производство, однако была и существенная положительная сторона. Смотрите дальше, дальше будет интересней, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки и обязательно включите уведомления. Все довоенные МЭП-38 отличаются по-настоящему высоким качеством сборки, это высоко ценили немецкие парашютисты, с огромным удовольствием использовавшие 38-й в своих десантных операциях. Делали себе с того недешевые пистолеты-пулеметы из высококачественных материалов, а каждый элемент конструкции обладал высоким уровнем отделки. Все это благоприятно сказывалось на качестве и надежности оружия. Кроме того, ручная сборка уже в 1930-е годы позволяла реализовать в МЭП-38 несколько интересных решений. Например, приемник магазина был оснащен подвижной металлической шторкой, которая предотвращала загрязнение оружия при отстегнутом элементе боепитания. В основе оружия лежал принцип отдачи свободного затвора. При этом в конструкции МЭП-38 использовалось немало интересных и даже инновационных технических решений, автоматический предохранитель на открытом затворе, плавающий ударник, рукоять затвора с пылезащитным чехлом. Еще в 1935 году Мориньоне додумался сразу оснастить МЭП-38 дульным тормозом-компенсатором для уменьшения отдачи оружия. Еще одной интересной особенностью 38-го было отсутствие перекричателя режимов огня. Вместо этого у итальянца использовался ударно-спусковой механизм с двумя спусковыми крючками. Один крючок позволял вести автоматический огонь, другой – одиночный. Важной деталью было еще и то, что спусковые крючки имели разную фактуру. Поэтому перепутать их на ощупь было невозможно. Из относительных недостатков – масса. Весил МЭП 38 4,2 – 4,7 кг. Впрочем большой вес положительно сказывался на отдаче оружия и удобстве стрельбы. Для своего времени итальянский ПП был относительно компактным – 946 мм при длине ствола 315 мм. Скорострельность оружия достигала 600 выстрелов в минуту. Прицельная дальность 250 метров, хотя на прицельной планке отметки были до 500 метров. Боепитание осуществлялось от магазинов на 10, 20, 30 и 40 патронов. Интересная особенность МЭП 38 заключается в том, что это один из первых пистолетов-пулеметов в мире, который стал использовать страшно популярный сегодня калибр 9 на 19 мм «Парабеллум». Итальянский красавчик легко разбирался. В целом оружие достаточно простое по конструкции с нехитрым обслуживанием. В годы Второй мировой войны появились также укороченные модели МЭП 38 со складным прикладом. За высокую надежность, кучность стрельбы и компактность итальянский пистолет-пулемет очень любили немецкие десантники, воевавшие в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Конечно же, ПП широко использовался итальянской армией, а также итальянскими легионами СС, воевавшими на Восточном фронте. После 1943 года качество МЭП 38 начало снижаться в угоду массовости производства. Пистолет-пулемет был заметно упрощен. В производстве начала использоваться штамповка. Тем не менее, довоенные модели этого оружия по праву могут считать шедевром оружейной промышленности. Продолжение следует... Продолжение следует...